В администрации Волгоградской области состоялось межведомственное совещание, на которое были приглашены главы муниципальных образований. Одним из важных вопросов, который обсуждался, является реализация превентивных мер, связанных с предотвращением ландшафтных пожаров в регионе. С начала этого года подразделениями пожарной охраны на территории области ликвидировано почти 4,5 тысячи ландшафтных возгораний. Что в два раза больше, чем в прошлом году. Я хотел бы акцентировать внимание на следующих моментах. Уважаемый Андрей Иванович, с учетом погодных условий предлагаю с завтрашнего числа рассмотреть вопрос о введении на территорию области особого противопожарного режима. Обращаюсь к главам администрации. Это не шутка насчет обновления минерализованных полос и проведения опашки. Нужна целенаправленная работа с гражданами, с жителями, на территориях домовладений которых, вблизи территорий. Вырастает трава по грудь, благополучно высыхает. И в итоге искры, которые разносятся ветром на расстоянии до 100-150 метров, попадают в центр населенного пункта и там возникает пожар. Необходимо отметить, что совещание было конструктивным. По его ходу вносились предложения к губернатору Андрею Бочарову. Предложение конкретное. Еще раз четко поставить задачи главам администрации, главам поселений. Предупредить каждого об ответственности, в том числе уголовной ответственности, совершенно официально, за возможную халатность и непринятие должных мер. Второе. Сформировать группы. Андрей Иванович, мне представляется, это будет эффективным. В состав которых включить сотрудников администрации области, МЧС, полиции и прокуратуры по согласованию с прокурором области. И направить их на места с целью проверки выполнения решений. Дать на все про все, неделю, максимум 10 дней, до дня расти и подвести итоги на видеоконференции. Чтобы это было гласно, открыто, со СМИ. И почему я предлагаю вот такую компанию собрать, вот эти группы? Потому что они потом на себя тоже возьмут огромную ответственность, если они нам соврут, грубо говоря, обманут, что готовы районы, поселения в плане противопожарной безопасности. Тогда и они будут отвечать за то, что они там подписали. Что там все готово, что все там хорошо. Далеко не все хорошо. Поэтому и на видеоконференции заслушать конкретных руководителей, глав поселений, глав администраций, ответственных должностных лиц из комитета, из МЧС, из полиции, если нужно. И посмотреть, как выполнено наше решение. Также мы готовы поучаствовать в тотальном обследовании федеральных, областных и местных дорог с помощью управления ГАИ и МЧС, либо администрации области, дорожного хозяйства. Чтобы каждую дорогу заактировать и четко представить себе до 12 июня, какая дорога есть там опашка, где нет опашки.